Всем привет! С вами сегодня снова Виктория Крокус и сегодня я вам покажу новую раскраску от Джоанны Бесфорд Мир цветов. Она есть, мне кажется, уже у многих, но я все равно решила в качестве традиции сохранить обзоры на эти раскраски на своем канале. У меня была возможность заказать ее еще полгода назад с ebay, английское издание, но я решила этого не делать, дождаться русского издания, потому что оно довольно-таки качественное. Сейчас все вам буду показывать, какие там картинки, какие у меня эмоции от этой раскраски, потому что меня уже многие спрашивали в комментариях, всем интересно, что я думаю по поводу этой раскраски. И также покажу некоторые раскрашенные картинки, картинку, которую я уже успела раскрасить и расскажу вообще, где я ее и когда приобрела. Если вам интересно посмотреть, интересного мнения, оставайтесь со мной, приятного просмотра. Переплет у книги довольно-таки качественная, она в твердой обложке, довольно-таки большая, то есть ее с собой возить будет тяжеловато, потому что она широкая. Купила я ее за 580 рублей в магазине Читай Город прямо на 8 марта, просто мы на 8 марта весь день гуляли, я зашла в магазин в книжный и случайно увидела, что эта книга вышла на русском. Я очень удивилась, потому что как бы давно смотрела, может быть месяц назад ее еще не было и думаю, ну наверное вообще у нас издавать не будут, но нет, она все-таки появилась. Если хотите найти дешевле, если не хотите покупать за эту цену, можно заказать в интернет-магазине Читай Город и также можно заказать на Озон, она стоит 392 рубля, но там доставка платная. Поэтому я не стала экономить там 150 рублей и купить ее сразу же, не ждать заказа из интернет-магазина. Это по-моему уже шестая книга Джоанны Бесфорд и здесь все связано с цветами, так как у Джоанны Бесфорд самая любимая иллюстрация, это цветы, она любит подобные раскраски. Первые две были с цветами, вот единственное, она наверное вышла из зоны комфорта только в рождественских чудесах. Что тут написано? Новая книга-альбом, прославленная художница, приглашает вас в путешествие по волшебному миру цветов. В этом феерическом путешествии открывается цветущий мир, который вы сможете оживить, раскрасив. От скромных ромашек до экзотических оркидей, от привычных роста тюльпанов до зачарованных садов из волшебных сказок. Вас ждет изобилие неотразимых цветов. В общем, как-то так. И она появилась у нас в магазинах 26 февраля, я ее купила 8 марта. Первые эмоции, которые у меня были после того, как я посмотрела в инстаграме Джоанны первые иллюстрации, как бы довольно-таки интересно, но ничего нового, да? Тот же самый, можно сказать, таинственный сад. Но здесь цветы, и они действительно очень красивые. И я знаю, почему у нас эту раскраску издали только весной, в то время как в Англии она вышла, например, уже там ближе к зиме, сейчас лучше будет продаваться, она сейчас актуальнее, и перед весной и летом, мне кажется, все люди захотят раскрашить именно эту раскраску. Это Форзац. Бумага плотная, очень хорошая бумага, качественная, и она белая, то есть не кремовая. Кому эта книга принадлежит, я это даже не раскрашивала, обычно я с этого начинаю, но в этот раз я не стала опять это раскрашивать, потом, думаю, будет как-нибудь настроение, раскрашу. Видение, если хотите, можете поставить паузу, прочитать, как бы ее автограф. На эту книгу ее вдохновила бабушка, которая была садовником и художником. Когда она натыкалась на цветок, который не встречала раньше, она искала его в своих справочниках, а затем аккуратно раскрашивала черно-белую иллюстрацию. Вот она тут пишет, возьмите карандаши, начните раскрашивать, и давайте вместе окунемся в увлекательное приключение. Ну, все как обычно. Подсказки к раскрашиванию. Раньше в первых книгах этого не было, это, по-моему, появилось только с удивительными джунглями пришло. Она рекомендует раскрашивать карандашами, потому что фломастеры они ярче, но можно допустить какие-то ошибки фломастерами. Всегда подкладывайте пару листочков белой бумаги под страницу, с которой работаете. Для вдохновения посмотрите картинки на Пинтрест или просто используйте воображение. Да, я люблю смотреть на Пинтрест, как раскрашивают эту раскраску другие люди и делать что-то похожее или просто вдохновляться. Ну, и она говорит, как бы можно поделиться или зайти на ее сайт. Ладно. Все, давайте уже перейдем к раскраске. Не буду комментировать прям каждую картинку, потому что здесь везде цветы. Я люблю цветы. И вот эта самая первая картинка, которую я начала раскрашивать прямо 8 марта. Здесь просто безумно красивые суккуленты. У меня растет дома суккулент. Я его покупала себе в цветочном магазине. И он довольно-таки неприхотливый. Его нужно поливать очень редко. И поэтому я их просто обожаю. И они мне очень нравятся. И по внешнему виду я раскрашивала карандашиками Derwent Color Soft. С переходиками. Но еще не закончила. Мои любимые цветы, если кому-то будет интересно. Я люблю такие, знаете, может быть немножко нестандартные. Я люблю сирень, я люблю пионы. Я люблю тюльпаны. Это то, что не купить круглый год. Я вот не люблю розы, честно говоря. Если же мне дарят букеты роз, то я люблю, чтобы роз было много. Чтобы действительно был хороший, красивый букет. Если дарят там одну розу или три. Ну, для меня это немножко это. Странно. Это некрасиво, мне кажется. Вот. Я люблю еще букеты с полевыми цветами. Вообще я люблю все цветы, мне кажется. Потому что они очень красивые. Не все цветы приятно пахнут. Мне как-то один раз подарили лилии, и они очень неприятно пахли. И оказывается, это норма для лилий. Вот здесь есть очень такие нестандартные картинки, где букеты. Вот просто букеты. Такого не было нигде. Ни в таинственном саду, ни в зачарованном лесу, лесе. Вот такого не было. Вот подобные веночки типа были. Были и такие. Это просто, знаете, как справочник, да, со цветами. А вот букетов не было. И мне вот эта картинка нравится. Действительно нравится. Мне интересно, как ее люди раскрашивают. Такие полки, это как вайви и чернильная бабочка. Вот здесь множество разных мелких вещиц. Такие мелкие вещи, например, раскрашивать, это просто сплошной антистресс. Потому что не нужно заморачиваться, делать какие-то переходы. Я вообще люблю такие вещи просто одним цветом раскрашивать. Без каких-либо переходов, ручками цветными. Это красиво. Вот такой я не люблю. Слишком мелко. Снова четыре типа как букетика. Как будто бы, знаете, вид сверху просто. Есть же такие букетики в корзинках? Вот, это похожее что-то. Мы моей бабушке такие дарим. Это букет, как сказать, даже какая-то цветочная композиция в коробке деревянной. Я такое видела в цветочном. Это красиво. Вот такие вот необычные штучки. Это букет в... Как это называется? В террариуме. Я забыла, как называется, но у нас такие тоже продают. И это такие живые букеты. Они долго стоят довольно-таки. Полки с цветами. С вазами. И в них разные цветы. Жучки. Но это, мне кажется, везде. Где цветы, там жучки. Это вообще что-то странное. Как, наверное, светлячки. Лампочки с цветами для украшения. Это вообще быстро раскрасить можно. Ваза с разными букетами. Машина с цветами. Цветочные полки. Сколько раз я сказала цветы в этом видео, я не знаю. Рыбка. Это как мандулы. Снова вот эта вот куча разных штучек. Это, наверное, что-то лицетов какие-то. Дренажи. Или что-то подобное. Картинок тут много. Раскраска. Она действительно толстая. Ее можно раскрашивать всю весну и все лето ежедневно. И вряд ли вы ее закончите. То есть раскраски эти довольно-таки выгодные. За свою цену. Если заказать на озоне за 390 рублей. Представляете, сколько это можно раскрашивать. Мне кажется, мы все любим цветы. Напишите в комментариях, кто тоже любит цветы или не любит. Вот это вообще. Это просто, знаете, как такой витраж цветочный. Вот это очень красиво. Я ее еще не рассматривала так вот каждую картинку. Потому что я решила, что когда буду обзор снимать, тогда я рассмотрю. Забавно. Домик. Ой, какой красивый домик. Мне вот в детстве такие очень нравились. Они мне напоминают домики такие, знаете, клубничным цветом какой-то феи. Так, еще что-то очень интересное. Нет, я ошибалась, когда говорила, что это ее какой-то привычный, знаете, стиль. Она здесь сделала просто как обычно. Нет, очень много интересных находок. Много других совершенно страничек, раскрасок, не похожих на другие ее раскраски. Вот этот вот шикарный сад. Это сколько его нужно раскрашивать. Хотя я всегда так говорю, но в Зачарованном лесу я подобные развороты за один день раскрашивала с перерывами. Естественно, когда смотришь какой-то сериал, фильм, оно все легко идет. И вот уже и конец. Здесь есть также страничка, чтобы попробовать, да, для проверки карандаши и фломастеров. Две странички. Снова уже форзац только на конце. И все. Раскраска кончилась. В общем, что я могу сказать по поводу этой раскраски. Она очень красивая, очень классная. Возможно, сейчас для вдохновения я вставлю несколько картинок с Пинтереста, как люди ее раскрашивают. Потому что очень много и в Инстаграме всего люди выкладывают. И за границей тоже. И в России уже многие ее раскрашивают. Так что смотрите сами покупать ее или нет. Но она довольно интересная. На данное время года и на лето. Очень подойдет. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была Виктория Крокус. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok